В Лёзовской ГРЭС продолжается монтаж основного оборудования третьего энергоблока. Этот год для строителей решающий. Именно сейчас на площадке задействовано рекордное количество персонала. Более 5000 человек. Наталья Ковальчук с подробностями. Престанционный узел третьего энергоблока. Здесь устанавливается основное электрическое оборудование. Блочный трансформатор на миллион киловольт ампер предназначен для выдачи энергии потребителя. Через открытое распределительное устройство мощностью 500 киловольт. Монтаж которого выполнен на 70%. Электричество пойдет на этадскую подстанцию. Электротехнические помещения практически все готовы. И часть из них уже сдана во временную эксплуатацию. И все идет к тому, что в третьем квартале мы оживим все эти агрегаты. И начнем в прямую приступим к пусконалачным работам, в том числе по электротехнической части. Второй трансформатор мощностью 63 тысячи киловольт ампер будет работать для собственных нужд блока. Ведь для электростанции тоже нужна энергия. Примерно 5% от общей выработки. Мы с вами находимся в распредустройстве 6 киловольт. Откуда питаться будут, запитываться будут все ответственные механизмы 6 киловольт. Как турбины, как генератора, так и блока. Готовность здесь практически 100%. Это оборудование считается уже под напряжением. В турбинном отделении строящегося энергоблока ударными темпами ведется монтаж основного и вспомогательного оборудования. Ротор успешно заведен в статор генератора. Завершающим этапом монтажа турбоагрегата станет установка возбудителя генератора. Вот он. Сочленять его с генератором будут при помощи полумустр. К заключительной процедуре валоповорот у турбины на Березовской Гресс планируют подойти в августе. Тем временем завершается монтаж котла третьего энергоблока. Внутри он уже полностью закрыт панелями. Идет сборка холодной воронки, которая располагается внизу агрегата. Гидравлические испытания котельного оборудования запланированы на сентябрь. Наталья Ковальчук, Григорий Зимин, Вести, Красноярск.